Здравствуйте дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать восьмой урок, который называется планирование успеха, то есть мы с вами учимся планировать успешную жизнь. Сегодняшняя тема называется сначала о главном. О чем идет речь? Екклесиаста 12.1 написано И помни создателя твоего во дни юности твоей. Когда мы планируем свою будущую жизнь, это особенно свойственно юности, молодости, то очень важно определить для себя, какое место в этом будущем мы отводим Богу, Создателю, тому, кто дал нам эту жизнь, тому, кто будет подавать нам все ресурсы в этой жизни, тому, на кого мы рассчитываем в этой жизни, что он поможет нам, благословит нас достигать тех целей, о которых мы мечтаем. Поэтому очень важно поставить Бога во главу, когда мы думаем о том успешном будущем, которое нас ожидает впереди. Примером в этом является нам Иаков в книге Бытие, 28 главе, с 20 по 22 стихи, говорится о том, какой обет дал Иаков, когда он бежал из дома отца и, не имея ничего, отправлялся туда, где его ожидает неопределенное будущее. Что там впереди, он не знал. И он, конечно же, хотел успешного, благословенного будущего. И поэтому он молится Богу об этом. И в этой молитве, в этих словах, в этом обете, который он дает, есть определенное место, которое он отводит Богу в этом будущем своем. Давайте прочитаем. И положил Иаков обед, сказав, «Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сиом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божьим. И из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Дорогие друзья, здесь мы что видим? Мы видим, фактически, пророчества. Эти слова все исполнились в жизни Иакова. Господь был с ним, сохранил его в пути и дал ему хлеб и одежду. И он в мире вернулся. И Господь был его Богом. И этот камень стал домом Божьим. И Иаков вернул десятую часть Богу. И мы видим, что фактически Иаков был благословлен Богом, потому что, когда он планировал свое будущее, успешное будущее, он отвел самое главное, центральное место, отвел Богу. Он говорил о том, что только на тебя я могу рассчитывать, только на твое благословение. И я, конечно же, с благодарностью принесу тебе мои дары, мои десятины, потому что я признаю тебя главою моей жизни на всю мою дальнейшую жизнь. Вот это пример для нас. Поэтому, когда мы планируем будущее, прежде всего нужно определиться. Вот когда я буду... у меня будет достаток. Что из этого достатка я Богу смогу сделать, для Бога сделать? Когда у меня будет прекрасная семья? Каким образом эта семья будет служить Богу? Когда у меня будет крепкое здоровье? Каким образом это здоровье будет прославлять Бога? Каким образом я свои силы, свои таланты, свой опыт, который приобрету, свои навыки профессиональные, каким образом это я буду посвящать Богу? Когда вы планируете будущее, свой успех в будущем, обязательно определите главное место Богу, что все это вы будете посвящать Богу, что все это будет служить для Божьей славы. И тогда вы увидите, что Бог будет с вами и Бог будет благословлять. Еще один момент, еще один аспект, которого необходимо здесь коснуться, это вопрос семейной жизни, создания семьи. Очень часто совершается такая ошибка. Человек сначала планирует свое будущее, планирует его вместе с Богом, но затем в это вклинивается какой-то другой человек, который может быть далек от Бога, является неверующим человеком. И вот человек влюбился и не хочет остаться один, хочет создать семью, но создает ее неправильно. Брак верующего человека с неверующим в Библии фактически запрещен. Второе послание Коринфянам 6, стихи 14 и 15 написано, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным. Действительно это трагедия, когда человек планирует свое будущее с Богом, но потом в это вклинивается кто-то другой, и все рушится. И вместо того, чтобы свои силы, свое время, свои ресурсы, свои таланты полностью посвящать Богу, да еще и с помощью спутника, который бы тебя поддерживал, твою веру, разделял твои ценности, твои убеждения, твою любовь ко Христу, вместо этого рядом оказывается человек, который этого не разделяет, и все время тянет одеяло на себя, внимание на себя, силы на себя, финансы, начинаются споры, как распределять финансы, начинаются споры, что делать с детьми, вести их к Богу, не вести их к Богу, один хочет, другой противится, и вместо того, чтобы твоя жизнь служила для славы Божьей, она, твоя жизнь, окажется раздробленной, и только лишь малая часть, в лучшем случае, малая часть твоей жизни еще сможет каким-то образом послужить Богу. Хотите ли вы этого для себя? Никто этого не хотел бы, я думаю. Никто в здравом уме не может этого хотеть, если он любит Бога. Поэтому, друзья, хочу пожелать тем, кто еще размышляет о создании семьи, чтобы вы для себя определились четко, ясно, конкретно и определенно, что если вы хотите действительно в своей жизни прославить Бога, если вы хотите по-настоящему успешную жизнь в духовном смысле, то вам нужно для себя определиться, что я могу связать свою жизнь с человеком только лишь той верой, которую имею я. Только тогда в семье будет гармония, только таким образом вы сможете по-настоящему прославить Бога своей жизнью. Пусть Бог поможет каждому из нас в вопросах, которые связаны с нашим будущим, всегда Бога ставить на первое место. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты призвал нас к свету. Мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам возможность жить с Тобой, свое будущее определять вместе с Тобой. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты открывал нам, что Ты уготовил для нас в будущем, какое место, какое служение, Господи. И чтобы Ты помог нам, планируя успешную будущую жизнь, всегда видеть Тебя во главе. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом и славим Тебя, Отец Небесный. Аминь. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы вместе с нами продолжаете изучать Священное Писание. Божьих благословений вам на этот день. Увидимся с вами завтра. Продолжение следует...